Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава в Аеце, мы потихоньку движемся по книге Брешит. Интереснейшая глава, Яков, выход его из Харана, лестница Якова знаменитая. Вообще, давайте начнем с лестницы. Вот лестница Якова. И написано, и Господь стоит над ним. Сам факт встречи человека и Бога открывает человеку важнейший аспект его природы. Он достоин встречи с Богом. Ведь так просто говорится, встретил Бога, увидел Бога, а увидел ангела. Для того, чтобы все это увидеть, надо самому быть необычным человеком. Люди достойны, оказывается, это. Не все, но были и есть на земле люди, которые достойны такой встречи. И которые в состоянии соприкоснуться с духовностью и вынести правильный вывод из этого. Лестница Якова – это модель нашего влияния на мир. Мы можем поднимать действительность и опускать ее. Человек – самая громадная сила на земле. Человек может все разрушить и может построить рай. Сказал Реба излюбленным. Нет лестницы, ведущей вверх и нет лестницы, ведущей вниз. Она может быть дорогой и на небо, и путем падения вниз. Все зависит от того, как человек пользуется лестницей. Лестница Якова – это наши возможности соприкоснуться с духовным. С мирами, которые там духовными. И подчеркнуть оттуда невероятную энергию. Схематически можно это представить, связь человека с духовными мирами, приблизительно продемонстрировав трамвай или троллейбус. Они получают свою энергию при помощи дуги и берут ее за счет соприкосновения с электропроводами. Маршрут движения троллейбуса, такой же, как расположение электрических проводов. Трасса движения трамвая, она ограничена рельсами. С другой стороны, если мы возьмем спутник какой-нибудь, он получает солнечную энергию с помощью солнечных батарей. И может выбрать любой маршрут, более свободный, неограниченный наподобие трамвая и троллейбуса. Поэтому человек, поднявшись на более высокую духовную высоту, освобождается от ограничений своей судьбы, наложенных на него даже определенными светилами и так далее. Помните, как я сказал, вывел над звездами. Человек, выходящий за пределы своих духовных возможностей или развивающий их полностью, это другой человек. Написано, ангелы спускались и поднимались по лестнице. Пишут каббалисты, что каждый из нас перед приходом в этот мир получает, так сказать, идеальный образ. То есть ту максимальную потенциальность, с которой он приходит в этот мир. Человек видит, что он может. И вот отклонение от этого образа, есть отклонение от святости. Так примерно надо понимать эту ситуацию. Вообще, понятно, зачем бороться там, за святость или за что-то. Гораздо легче полежать на травке под деревом, искупаться в речке, чем лезть в какую-то гору там или еще что-то. Тора объясняет, что все зависит от Бога. Но свободу выбирать свой жизненный путь, свое поведение она оставила человеку. Аллах объясняет, что перед рождением человека определяется будущее. Будет ли он богатым или бедным, умным или глупым, все предопределяется заранее. А вот будет ли он праведником или грешником, то есть его взаимоотношения с духовностью не определяются. Оно зависит от самого человека. Поэтому мы сильнее, чем думаем. Мы очень сильные. Равин Сакс, главный Равин Великобритании в прошлом, как-то сказал, что будучи молодым студентом в Кембридже, он много путешествовал по миру. И однажды приехал на аудиторию к Любавичскому Рэбе. И Рэбе спросил, что вы сейчас делаете для еврейских студентов в Кембридже. Ну и Сакс говорит, в условиях, в которых я сейчас нахожусь, Рэбе прервал его и сказал великие слова. Никто не находится в условиях. Мы сами создаем себе условия. Вдуматься надо. Несколько лет назад было опубликовано видео, на котором один еврей подходит к Рэбе при раздаче долларов. И просит его благословения для своего трехлетнего сына, чтобы тот вырос хасидом и знатоком Торы. А Рэбе ему говорит, ты сам можешь сделать это, зачем ты обращаешься ко мне. Если ты будешь таким, и он станет таким. Вот такого подхода надо придерживаться во всех важных жизненных вопросах. Еще одна грань важна. Человек может многое. Но человек это физическое существо. И он ограничен рамками физического мира. Поэтому особенно умничать иногда не надо. Человек создан Богом, а создание не может понять и осознать замысел своего создателя. Человек ограничен. Ему это не дано понять. Понять то, что известно Творцу, он не может. Поэтому надо идти вперед и не очень умничать иногда. К духовности надо прикладывать усилия. Тот, кто хочет покорить ЭВРС, должен много тренироваться. Для посещения ресторана не требуется ни духовной, ни моральной подготовки. Нередко случается, что обладающим большими духовными силами иногда и выпадают больше испытаний. Надо видеть это тоже. Если у нас испытания, значит мы их можем выдержать. Тренированного солдата посылают на более серьезное и опасное задание, от которого зависит жизнь многих даже стран. Вообще наша жизнь во многом определена тем, и несет отпечаток. Так, задания по исправлению связаны с нашими прошлыми жизнями. Поэтому все это разное. Раф Стайплер однажды сказал, что человек не может убежать от себя самого. И рассказал, как к нему пришел человек, который жаловался на злого, плохого соседа. Просил благословения Рафа Стайплера на переезд. Тот посоветовал ему начать молиться, а не уезжать. Тем не менее, он не выдержал и поменял квартиру. А потом пришел к Стайплеру просить прощения. В новом доме соседей в сто раз хуже, и он страдает от них еще больше. Наверняка из-за того, что он думал, что он не послушался Рава. А Раф ответил ему, это не было указанием, я на тебя не сердился. Это было простым пониманием. Беды не приходят сами по себе. Они приходят свыше, чтобы избавить нас от любой беды, надо обратиться только к Творцу. А если попытается обойти его, исправиться самостоятельно, вот такой вот результат. Нам нужно идти вперед. Часто пробираясь через всякий лес, через колючки, да.